Всем добрый вечер. Обращаюсь к вам для того, чтобы сообщить последние новости, понимая, что режим самоизоляции для многих сложное испытание. Это по-прежнему самое главное. Хотя, возможно, призывы к этому всем уже поднадоели. Почему это так важно? Потому что от коронавируса нет вакцины и лекарства, мы это знаем. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни. Плохая новость в том, что вирус у нас распространяется и на сегодня 177 заболевших. Хорошее, что мало тяжелых и средней тяжести. Чтобы успеть подготовиться, мы мобилизовали нашу систему здравоохранения и сейчас оперативно разворачиваем новые инфекционные койки, которые оборудованы всем необходимым. Наша ключевая задача на сегодня – защитить врачей. Мы каждую неделю закупаем защитные костюмы, маски, другие средства, чтобы медики, которые сейчас рискуют больше всех, чувствовали себя безопаснее. Врачам отдельные слова благодарности. Также мы уже обеспечили масками сотрудников ГИБДД, правоохранительные органы. Они тоже сейчас на переднем крае и тоже в группе риска. Мы продолжаем дезинфицировать подъезды, общественный транспорт. У многих возникают вопросы также по получению выплат. Это 15 тысяч для тех, кто стал безработным, и 3 тысячи для людей старше 65 лет. Пожалуйста, если что-то непонятно, обращайтесь на горячую линию. И не переживайте, все средства, которые мы предусмотрели, будут обязательно выплачены. Еще одна тема, которая сегодня всех беспокоит – это система пропусков. Действительно, программисты у нас, так же и в Москве, готовят единую цифровую платформу. Она будет интегрирована со столицей. На портале МОСРЕК.РУ будут все подробности. Забор никто городить не будет, пожалуйста, не переживайте. Все будет работать максимально удобно. Смысл заключается в том, что перед тем, как выйти из дома, ты должен указать, куда ты направляешься – на работу или в пункт, который оправдан, например, в магазин. Сделано это будет для того, чтобы не дать желающим погулять распространять вирус. Мы понимаем, насколько важно сейчас информировать каждого жителя, чтобы снять максимум вопросов. Не допустить слухов и сплетен. Избавить вас от лишних переживаний. В это непростое время. Хочу пожелать всем хорошего вечера, привет семье и будьте обязательно здоровы.